Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как подготовить семена к высадке на рассаду и что мы должны сделать, чтобы получить качественную рассаду. Итак, что первое мы делаем, открыв пакет с семенами, мы должны визуально оценить. То есть, если вы видите сморщенные, маленькие семена, которые, ну, визуально вас не устроили, отложите их в сторону. Если семена вы заготавливали сами на своем дачном участке, то тем более вы должны их посмотреть. Не заплеснебели, не покрылись они каким-то налетом, не попортили ли их вредители. Это вот первый момент. Второй момент, схожесть, проверить, насколько семена готовы, годятся к высадке и вообще не пустые ли они, можно проверить одним очень старым проверенным способом. Разводим 1% раствор соли, достаточно крепкий он получается, 1% и погружаем семена перцев в банку с водой. По истечении какого-то промежутка времени, ну, буквально несколько минут, семена, которые хорошие, годные к рассаде, они оседут на дно. Плохие семена, некондиция, вся всплывет наверх. То есть, вы их убираете и выбрасываете, не пытаетесь их реанимировать или еще что-то. Выбрасываем безжалостной рукой. Дальше, что вы еще должны помнить, следующий пункт у нас идет, это протравливание семян. Чем мы можем протравить? Значит, есть два варианта. Первый вариант, мы можем использовать вот такой вот препарат, например, фитоспорин. Здесь живые микроорганизмы, которые борются с основными вирусными и другими заболеваниями грибкового происхождения. Можем обработать максимум. Или еще, сейчас вам покажу, самым простым это марганцовкой, то есть крепкий раствор. Вот три важных таких вот препарата. Марганцовку мы делаем, крепкий достаточный раствор, погружаем на несколько, ну, можно даже на пол, от полчаса до часа. Выдерживаем семена, просушиваем их и переходим к следующему этапу. Следующий этап у нас с вами идет, обработка семян стимуляторами роста. Вот здесь можно стимуляторы роста разделить на несколько групп. Натуральные и те, которые нам предлагают производители. Ну, в частности, вот стимуляторы роста всем известны. Эпин, циркон, корневин. Это вот у нас уже у всех всем знакомые, все мы с ними знаем. Вот, работают они хорошо, надежные. Пять с плюсом они уже давно заслужили в наше одобрение. Есть еще натуральные, в частности, мед, сок алоэ. Но вот для перцев сок алоэ, хочу заметить, не подходит. Я не знаю почему, я не могу объяснить этот весь процесс, но точно знаю, что сок алоэ не работает так, как должно быть. Вот. Это вот из природных стимуляторов роста. Есть еще один очень интересный способ, называется способ барботирования. Что это такое? Ну, вот, честно говоря, я совсем недавно с ним познакомилась, но он мне безумно понравился. Дело в том, что вот в этом способе можно совмещать сразу же и обработка стимуляторами, и в то же время, и вот расщепление, скажем так, расщепление оболочки семени. В чем этот способ заключается? Мы погружаем семена в воду. В воду мы можем добавить эпин или корневин. Смотрите, как вам удобно. И погружаем, внимание, если у вас есть аквариум, это шланг от аквариума, через который поступает в воздух. Воздух поступает там достаточно сильно, и семена в нем просто купаются. Тем самым происходит вот такая вот обработка кислорода, которая, ну, процентов на 30 увеличивает всхожесть семян, и срок всхожести семян тоже резко сокращается. Так что вот если вы с этим способом не знакомы, то стоит на него обратить внимание. Сейчас он один, наверное, из самых таких вот продвинутых, так как он, в общем-то, экологически чистый получается. Да, еще хочу сказать, значит, обрабатываем стимуляторами роста. Семена мы погружаем в этот раствор. Вот, в частности, циркон мы тут по инструкции делаем. Погружаем на несколько часов, ну, 3-4 часа, ну, 5 часов. Это достаточно. И потом семена снова сушим, и переходим к следующему этапу. Теперь, наверное, один из самых таких ответственных моментов, это проращивание. Многие говорят, что не стоит проращивать семян. Споры идут много, давно. Все-таки вот многие садоводы, огородники сходятся к тому, что все-таки проращивание семян, это ускоряет процесс. Дело в том, что когда уже вы сажаете семечко с наклюнувшимся отросточком, то процесс это идет быстрее. То есть, минуем, сокращаем время. А так как мы перцы, внимание, сажаем в конце февраля, до высадки в грунт должно пройти где-то 60 дней, то есть это два месяца. Поэтому всходы у нас появляются где-то в середине марта, соответственно. И вот те самые дни, скажем так, замачивание, то есть сокращает вот эти дни появления первых сходов. И это тоже важно. Дело в том, что перец, в общем, теплолюбивый. И если вы его высадите в грунт, и будет он у вас еще достаточно маленькое растение, то есть вероятность того, что он просто не успеет вам дать плоды. Поэтому мы процесс ускоряем по возможности максимально. В чем заключается проращивание? Сейчас я вам кратенько расскажу. Но я думаю, наверное, все знакомы, но тем не менее напомню. Значит, в блюдечко мы кладем, можно ватный диск, можно ваточку, можно марлечку, кто как к чему привык. На них выкладываем семена, заливаем их теплой водой и выставляем в теплое место до появления маленького росточка. А вот дальше мы уже начинаем процесс закаливания или обработка холодом, что тоже очень важный момент. Дело в том, что погодные условия, сами знаете, какие у нас летом бывают, от холода до тепла один миг. Поэтому, чтобы наша рассада была крепкой, не боялась вот этих перепадов температуры, я предлагаю вам закалить семена. В чем заключается закаливание? На 12 часов мы помещаем вот этот росточек во влажной среде в холодильник на нижнюю полку, где температура 4-5 градусов, выдерживаем 12 часов, затем мы переносим в тепло и еще раз выдерживаем 12 часов. И вот тогда у нас он готов. Прежде чем сеять, вы должны помнить, что мы должны подготовить хороший почвогрунт. О почвах, почвогрунтах, о производителях у меня был очень большой ролик, достаточно подробный. Ссылку я дам в конце, обязательно посмотрите, вы там почерпнете достаточно много информации. И самое главное, что мы эти грунты все показывали, с чего они состоят, как они, для какой рассады, для чего. То есть, очень информационный ролик. Посмотрите. Итак, почва, значит, что мы делаем? Если почва у вас своего огорода, то обязательно она должна пройти обработку. Конечно, лучше ее использовать, конечно, вот готовую почвосмесь, вот как вот здесь, вот я вам показываю ее. То есть, она уже готова к употреблению, но тем не менее, я все равно ее подвергаю дезинфекцией. Я ее проливаю крепким раствором марганцовки и достаточно горячей водой. Очень многие садоводы-огородники говорят, я землю свою прокаливаю в духовке. Внимание, делать этого нельзя. Сейчас объясню, почему. Во-первых, в земле у нас есть полезные микроорганизмы, которые, соответственно, при таких высоких температурах погибают. Во-вторых, в земле содержится азот. При высоких температурах земля лишается этого ценнейшего-ценнейшего материала. Поэтому грунты не прожигаем в духовке, ни при каких условиях. Обрабатываем марганцовкой и сажаем. Ну, я думаю, что, наверное, я все вот эти осветила вам моменты. В следующем ролике мы начинаем посадку. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего.